Всем привет! Сегодня я буду делать долгожданное для многих видео с моей укладкой на коротких волосах. Сегодня я буду демонстрировать вот такие вот очень расслабленные, такие красивые нежные локоны, как их можно сделать и как можно быстро добиться вот такого эффекта. Сильно много времени это не занимает, может минут 10-15 максимум вы на это потратите. И если вам интересно посмотреть, как вот этого образа добиться, конечно же продолжайте смотреть. Итак, как вы наверное знаете, короткие волосы лучше всего укладывать с помощью щипцов для выпрямления волос. Ими можно в принципе как и выпрямлять волосы, так и делать завивку. И то, что вы видели в последних видео на мне, все было сделано с помощью щипцов для выпрямления волос. Существует несколько способов, как можно завивать волосы и используя тот или иной способ, получается чуть-чуть по-другому волосы лежат. То есть когда-то можно сделать более плотные такие локоны, когда-то более распущенные, когда-то получается очень такая легкая волна, когда-то получаются прям такие конкретно накрученные волосы. И я вот сейчас немножко теории вам расскажу и расскажу, какими способами можно делать укладку, а вы уже попробуете, потому что какие-то, возможно, я лично не люблю, но вам это понравится. И понравится, как это будет выглядеть у вас на волосах, как это будет выглядеть с вашей конкретно стрижкой. Инструменты, выкладки, конечно, тоже играют огромную роль. Я сегодня конкретно буду пользоваться вот этим вот утюжком для выпрямления. Это от Irresistible Me. Называется этот утюжок Diamond. Что я хочу сказать по поводу этого утюжка, мне его прислали на обзор, для того, чтобы я его протестировала, и я заодно решила, что это хорошая возможность для того, чтобы показать вам ту прическу, которую вы так часто запрашивали. Что же касается конкретно этого утюжка, то как бы он не выглядел, какие бы обещания ни были, все равно так или иначе ваши волосы будут подвергаться температуре высокой, и это в любом случае будет портить ваши волосы. Но чем лучше эти пластины, чем лучше они выполнены, тем лучше у них скольжение, и тем меньше они задерживаются на волосах. То есть, если, грубо говоря, я делаю вот так вот, и утюжок очень плохо идет по волосам, то получается, что я очень долго держу температуру на волосах, и это очень сильно их высушивает. Если же эти пластины сделаны хорошо, и они очень гладкие, очень скользящие, то вам достаточно всего лишь один раз вот так вот быстро сделать, и вы уже добьетесь своего результата. Что касается конкретно этих щипцов, то обещаний у них здесь очень много. Здесь есть и открыть вот коробку, в которых они идут. Здесь очень много наклеек по поводу того, насколько хорошие эти пластины. Вот честно сказать, по тому, как я их тестировала, как я укладывала волосы, я не могу сказать, что они чем-то вот реально очень сильно отличаются от тех же моих Philips, которые я использовала до этого. Philips у меня тоже неплохие, они немножко уже старого поколения, наверное. Ну, не настолько старого, что прям как железные, знаете, раньше были. Также, что касается конкретно самих пластин, почему он называется Diamond, потому что у него там какая-то бриллиантовая технология, то есть вот здесь вот в этих пластинах. Также обещают еще производители, что у него не будут нагреваться вот эти части, но на самом деле это не совсем правда, потому что они нагреваются. И когда вы делаете завивку, удобнее держать вот так вот за вот эти кончики, но бывает, если его долго особенно делать, то есть не сразу она нагревается, но она со временем нагревается, и тогда такой прилично, скажем так, горячей температуры. Что еще? Керамическое тут покрытие, естественно, турмалин тоже здесь есть. И как я уже сказала ранее, это создается все для того, чтобы эти пластины были максимально скользкими и не слишком долго температура повреждала ваши волосы. Что касается режимов температуры, здесь тоже есть несколько режимов, начиная от 180 до 230 градусов Цельсия. Вообще считается, что 180 нужно использовать на очень тонких, слабых волосах, и чем выше температура, выше температура используется на более таких жестких, на более непослушных волосах. У меня я бы не сказала, что волосы какие-то сильно жесткие, но в то же время 180 для меня недостаточно, потому что с температурой 180 плохо забиваются волосы. Вот 200 для меня идеально, 200 очень хорошо делает сразу завиток, и потом этот завиток держится тоже на протяжении целого дня, и даже еще если аккуратно, то на следующий день тоже так еще прилично выглядят волосы. По характеристикам конкретно этого девайса в принципе все. Включается он здесь одной единственной кнопкой, здесь есть тоже еще две кнопки в серединке, которые делают больше-меньше температуру. Здесь внизу есть дисплейчик, он загорается, показывает текущую температуру, и в процессе нагрева здесь вот поднимается вот эта вот планочка, и когда она полностью заполняется зеленым, это значит, что прибор уже нагрелся и готов к использованию. Нагревается, кстати, очень быстро, буквально, я не знаю, за 3 секунды он уже готов. По крайней мере 200 градусов, вот буквально раз, два, три, и все, уже можно делать. Теперь давайте немножко отстранимся от обзора самого девайса, и перейдем конкретно к укладке. Многие меня также просили показать укладку с прямыми волосами, но я, честно говоря, не вижу в этом смысла, потому что она, я уже делала точно такую же укладку, только на более длинных волосах. Делаю я эту укладку абсолютно по той же схеме, как было в том видео, ссылку я оставлю внизу для тех, кто это видео не смотрел. А сейчас предлагаю перейти к теории, можно сказать, по поводу того, как лучше завивать короткие волосы. Значит, смотрите, есть несколько способов завивки. Если вы хотите более такие свободные локоны, очень такие расслабленные локоны, то это добивается вот таким вот способом. Я сейчас показываю на выключенном этом средстве, для того, чтобы просто вы поняли, как это все работает. Потом я вам тоже покажу еще живое демо, там где я буду демонстрировать, как работает этот прибор. Но тем не менее, если вы хотите очень такую легкую волну, у меня это была волна видео об уходе, по-моему, дневном, за лицом, там очень многим понравилось. Вот конкретно та укладка делается таким образом. То есть вы вот так вот щипцы фиксируете у корней, и потом от себя, то есть вот движение от себя, подгибаете и просто очень быстро пропускаете волосы. И таким образом температура очень мало воздействует на волосы, и получается волос очень такая, как расслабленная волна. Если же вам нужен более такой вот, как бы, тугой завиток, то опять-таки берете прядь, тот же принцип, берете от себя, вот такое вот движение от себя, начинаете прокручивать на середину, потом опять чуть-чуть подкрутили, потом оставляете буквально вот тут вот такой вот хвостик в конце остается, и опять прокручиваете, держите несколько секунд, и потом вот так вот отпускаете. Таким образом получается очень тугой такой завиток, но в то же время, если волосы непослушные, лучше пользоваться конкретно вот этой техникой, потому что тогда локоны лучше держатся. То есть со временем они все равно опускаются, и становятся более расслабленными, то есть вот такой вот у вас все равно эффекта не будет с помощью щипцов. И если у вас непослушные волосы, то вот это конкретный вариант лучше. Это касается того, как завивать. Также можно щипцы направлять как от себя, как я показывала, так и на себя. Если вы делаете на себя, у вас получается завиток этот идет как внутрь лица, и это получается такие, знаете, как старый Голливуд волны, то есть такая вот укладка очень как бы на лицо направленная. От себя волны считаются как бы сейчас более модными, то есть вот все вот такие вот укладки в стиле там модели Victoria's Secret и так далее, они делаются все от себя. Есть еще такой метод, когда делается поочередно, то есть одну прядь вы берете от себя, закручиваете, следующую, которая рядом на себя. И таким образом создается очень большой объем. То есть если у вас волос немного, возможно, это вариант для вас. Особенно если волосы сильно прилизаны, возможно, это вариант для вас, потому что таким образом, как бы волны не будут лежать все в одну сторону, вот так вот красивенько, а у вас будет создаваться вот такое более хаотическое состояние волос, и таким образом тоже как бы это имитирует больше объем. Поэтому что конкретно подойдет вам, это нужно пробовать. Я для себя поняла, что мне лучше всего, когда от себя и все локоны в одну сторону. У меня тогда не получается вот такая вот грива, и в то же время волосы все очень аккуратно лежат. И что касается тоже процесса укладки, то смотря, опять-таки, сколько у вас волос, волосы нужно разделять на 2, 3 и больше частей. Я, если очень сильно заморачиваюсь, я разделяю волосы на 3 части. То есть сначала вот так вот за ухом отделяю вот эту часть волос, и здесь оставляю совсем вот буквально вот этот вот нижний слой. Потом я беру среднюю часть, вот приблизительно вот так вот я оставляю, и потом уже закручиваю верхнюю часть. Это если я уже делаю прическу на какое-то там серьезное мероприятие, на какой-то серьезный выход. Если я делаю такую повседневную укладку, я разделяю волосы на 2 части, то есть вот приблизительно там, где верхушка уха, вот по этой зоне я разделяю волосы, вот так вот эту сторону убираю, эту укладываю, и потом, соответственно, тоже эту распускаю, и эту укладываю сверху. И теперь смотрите, я включаю утюжок, для этого я зажимаю. Здесь температура 150 сразу показывается, и вот видите, вот эта зеленая штучка, она внизу сейчас находится. Я вот уже 130 градусов, оно нагревается, и сейчас будет расти дальше. Я сразу поставлю, что мне нужно 200. Вот 200 мигает, это значит, что он еще не готов. И вот он сейчас на серединке, это значит почти готов. Все, вот видите, буквально 3 секунды прошло, он уже нагрелся, это говорит о том, что его уже можно использовать. Что еще важно тоже, используйте всегда термозащиту на волосах, потому что чем меньше вы их будете портить, тем больше они вам скажут спасибо, больше будет у них блеска. И я сейчас использую термозащиту от Faberlic, это Faberlic Expert DD Spray, уход для волос. Он, по-моему, защищает до 220 градусов Цельсия, вернее, не по-моему, а точно. И буквально чуть-чуть вот так вот на расстоянии нужно сбрызнуть волосы. И укладку лучше делать, конечно, на сухие волосы. То есть в идеале вот это вот все должно впитаться, хотя бы минутки 3 нужно посидеть для того, чтобы оно впиталось. И смотрите, теперь я вам покажу конкретно, как он работает, чтобы вы убедились. Я беру по очереди прятки, зажимаю, отвожу, и вот, допустим, вот это будет сейчас очень такая закрученная прятка. Вот видите, получилась такая вот. Теперь покажу вам, что будет, если сделать быстрый вот такой вот захват. Вот, захватила от себя и быстро прокрутила, видите? То есть насколько они отличаются между собой. Вот это более тугая и спиральная, а вот это более такая расслабленная и красивая. Но учитывайте всегда тот факт, что какую бы вы ни накрутили, и вот это, и вот это со временем опустится. И вот я сейчас только что сделала третий вариант. Это вариант, когда на себя щипцы, то есть в эту сторону вы закручиваете. Вот вы можете видеть сейчас 3 разных варианта и выбирайте, по сути, тот, который вам нравится больше всего. Но визуально сказать невозможно, какой пойдет конкретно вам лучше. Поэтому пробуйте. А я сейчас буду продолжать и покажу вам, в общем-то, насколько быстро это все делается. Я на такую прическу трачу буквально, может, минут, ну, максимум 15. Это максимум. А так можно и за 10 минут, даже и за 5 минут как-то подкрутить в хаотическом порядке локоны. И что касается остальной укладки, то вы сейчас увидите, что я просто буду абсолютно случайным образом дергать прядки и накручивать их. И потом в конце просто это нужно будет как-то красиво руками уложить и зафиксировать спреем. Вот по большому счету и все. Сегодня у меня получились такие более расслабленные волосы. Это в основном потому, что сейчас у меня немножко они отросли тоже и из-за своей тяжести они быстрее опускаются. Но мне вот такая вот прическа очень нравится. И судя по вашим комментариям, вам тоже нравятся вот такие более расслабленные, спокойные волосы, потому что объем они добавляют у корней, вот эти вот локоны, но в то же время нет такого вот бешеного, кучерявого какого-то образа. В любом случае, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, было интересным. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу, я постараюсь на все ответить. Если кого-то заинтересовал этот утюжок, его цена и так далее и тому подобное, это все я оставлю ссылкой тоже под видео. Кстати, мне тоже выдали купон на скидку, поэтому если вдруг вы захотите купить, я вам могу его предоставить со скидкой. И на этом я буду с вами прощаться. Поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok